Утренний брифинг 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 и с теми заявлениями, которые были сделаны в ходе заседания ФРС. Но вот сейчас, после того, как низко улеглись страсти вокруг ФРС по поводу монетарной политики США, пока все понятно, точнее ясно, что ничего влияющего на волатильность, на макроэкономику пока не будет до марта следующего года. Мы об этом вчера подробно говорили. И все внимание сейчас утромлено в сторону именно налоговой реформы, потому что в преддверии рождественских праздников, не стоит забывать и об этом, скоро штаты уходят на празднование своих, одних из главных своих праздников в году. Поэтому традиционно в предновогодний период волатильность несколько снижается. Да, мы помним, что есть этап предновогоднего ралли, которое, по идее, началось в начале декабря, и традиционно считается, что начинается с начала декабря. Но вот именно последняя неделя полторы примерно обычная активность снижается. И, конечно, все хотят скорее понять суть налоговых изменений, потому что до конца еще не утверждены те действия, которые будут сделаны. То палата представителей в США, то Сенат свои какие-то поправки вносит, и так или иначе это решение оттягивается. Вот именно с тем, что вчера в очередной раз мы ничего не услышали, не увидели, хотя ожидалось, что, возможно, в пятницу был прогресс по данному вопросу, и ожидалось, что в понедельник, возможно, будет какой-то проект уже представлен публике, но ничего подобного не произошло. Это вот что касается того, что может быть фундаментальной причиной вчерашних снижений, но, как нам видится, очень небольшой вклад на самом деле вот этого фундаментального основания во вчерашние движения, потому что, во-первых, движение было не таким уж и сильным, хотя в среднем выше средних значений мы видели волатильность по евро-доллар, по фунт-доллар, и, конечно, по золоту, да, по золоту мы отдельно несколько позже сейчас поговорим. И все-таки вчерашние движения были связаны с тем, что основные валютные пары продолжают формировать ту сужающуюся консолидацию, которая есть. Если вы посмотрите на часовой график и по евро-доллару, и по британской валюте, то обнаружите, я уверен, то, о чем мы говорим. Есть некое сужение, особенно оно заметно по евро-доллару. Кстати, и мы продолжаем находиться внутри данной консолидации. То есть есть некие факторы неопределенности со стороны как экономики еврозоны, так и со стороны США. То есть, по сути, инвесторы, крупный капитал еще до конца в данный момент не определились, что будет в моменте сильнее, что будет сильнее в конце этого года и в самом начале следующего. Вчера также был некий толчок и дополнительный стимул для европейской валюты. Это, конечно же, индекс потребительских цен. Мы об этом также говорили подробно про инфляцию в целом на прошлой неделе и про предстоящую новость в ходе вчерашнего брифинга. И на самом деле мы говорили, что если ИПЦ не разочарует инвесторов, хотя бы покажет прогнозные значения, то для евро все должно быть очень неплохо. Так оно в итоге и получилось. Мы увидели, что прогнозные значения полностью реализовались. То есть, также потребительские цены прибавили 1,5% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Данные совпали полностью с прогнозами. И на самом деле это говорит о том, что инфляция несколько ускоряется в еврозоне. В данный момент, если мы посмотрим на динамику в целом по этому макропоказателю, то увидим очень интересный момент. Все последние публикации по инфляции в еврозоне, они очень и очень позитивны. Да, конечно, пока регулятор еще не дотягивает до своих целевых значений. Целевые значения, напомню, находятся примерно на отметке в 2%, желательно еще чуть выше. Но пока мы видим цифру в 1,5%. И тем не менее, это значительно лучше, чем мы видели, скажем, в прошлом году, либо даже вот в самом начале текущего года. И если мы посмотрим сейчас на ту динамику, которая есть, повторюсь, то увидим, что цифры совпадают с теми значениями, которые были по инфляции в еврозоне в 2013 году. То есть это 2013 год и, может быть, самое начало 2014 года. И если мы в то же самое время посмотрим на график пары евро-доллар, то увидим, что в то время евро-доллар торговался на отметке выше 1,3%. То есть, по сути, если мы смотрим только на инфляцию, скажем, да, только на эти показатели и отбрасываем все остальное, то евро-доллар стоит должен гораздо и гораздо дороже. Да, с того момента, скажем, утекло уже много воды, да, мы были свидетелями и программы количественного смягчения со стороны регулятора в Европе. И, тем не менее, вот в целом хотелось бы подчеркнуть ту позитивную динамику, которая есть по одному из главных макро-показателей в Европе в данный момент. Все это, конечно, было воспринято вчера довольно оптимистично, и во многом это было еще одним фундаментальным подтверждением того движения, которое мы наблюдали в ходе вчерашней торговой сессии. Но, конечно, речь идет скорее про ослабление американской валюты, нежели про ситуацию в Европе, потому что мы видели, как доллар довольно сильно терял по отношению и к британской валюте, и повторюсь, прежде всего, по отношению к золоту. Золото технически, на самом деле, рисует фигуру сейчас такую, что разворот уже состоялся, да, по крайней мере, на часовом, четырехчасовом таймфрейме уж точно, и на дневном графике также есть потенциал для дальнейшего роста, вот то затяжное пике, да, вниз, которое мы наблюдали, оно на самом деле, нужно констатировать факт, видимо, подходит к концу. Более того, золото сумело зацепиться за уровень 1.12-1260, и, конечно, это оказывать будет дополнительную поддержку данному активу, поэтому есть все основания считать, что сегодня снижение американской валюты может продолжиться. Вот, например, если мы посмотрим на график доллар по отношению к швейцарскому франку, то увидим, что также пара находится вблизи сильного уровня поддержки, и более того, судя по объемам, по price action, да, по ситуации и по скорости, с которой сейчас пара приближается к этим нижним границам. Есть все основания предполагать, что сегодня мы окажемся ниже уровня вчерашнего минимума, и это значит, что уйдем еще ниже, как минимум, на 40-50 пунктов. Про те новости, которые нас ожидают сегодня, мы сейчас также поговорим. На самом деле, там будет цифра интересная по США опубликоваться, поэтому это может в моменте оказать поддержку доллара и развернуться локальной тенденции, которые есть, но в целом все пока выглядит так, как будто доллар продолжает, готовится продолжить свое снижение. По доллару и иену ситуация аналогичная, на самом деле. Мы видим, что сейчас несколько растет спрос на защитные активы, то есть капитал, скажем, частично выходит из доллара и уходит в том числе в франк, иену и в золото. Да, это интересная тенденция. Ну, в принципе, логичная, учитывая, что близится конец года, там будут выходные дни, и многим управляющим хочется максимально снизить риски на этот момент, потому что, вероятнее всего, там, следующий год ознаменуется открытием с каким-то гэпом, да, будет некая неясность, неопределенность, поэтому, конечно, будет расти спрос на защитные активы, видимо, в ближайшие дни. Отдельно хотелось бы поговорить про нефть, потому что, несмотря на то, что последние две торговые сессии, по сути, мы находимся в условиях очень узкой боковой консолидации, нет размашистых движений, вот то, что мы видели на прошлой неделе, там хватило с лихвой, да, волатильности, и движения были очень интересные. Но, что интересно отметить, так это то, что в различных информагентствах вновь начали активно обсуждать тему закрытия нефтепровода основного. Мы говорили, что еще на прошлой неделе тот первоначальный импульс вверх, да, который был на фоне этих новостей, он быстро угас, быстро нефть распродали вот тех максимальных значений. Мы связывали это отчасти с фиксацией фиксацией длинных позиций некоторыми крупными участниками рынка. И тем не менее, учитывая, что вот эти спекуляции вокруг закрытия нефтепровода, он будет закрыт и не будет функционировать еще примерно 2-4 недели, ну, скорее всего, около двух недель, да, займут восстановительные работы. И вот, учитывая, что данная тема вновь начинает активно муссироваться, есть подозрение, что нефть может продолжить рост, по крайней мере, до конца текущей недели. Все внимание будет к завтрашним запасам, конечно, именно после, именно это станет правной точкой для дальнейших движений до конца недели. Но вот для себя мы наметили ключевой уровень в 64 доллара за пар или нефть марки Brent. И если мы окажемся выше этих значений уже сегодня, либо завтра до публикации данных, то можно будет уже начинать небольшие покупки объемом чуть ниже среднего, от которого вы обычно работаете. И уже после публикации основного показателя по недельным запасам, по его изменению, можно будет свою позицию развивать и по возможности добавить. Если, опять же, мы увидим некое снижение запасов, но это тоже довольно спорный момент. Мы говорили, как быстро сланцевые нефтепроизводители в США могут добычу нарастить и ликвидировать, по сути, любое схлопывание предложения в моменте где-то на территории, скажем, другой страны, ну, либо вот такую проблему перекрыть своими поставками. Поэтому здесь ситуация довольно противоречивая, но учитывая, что вот тот короткий импульс коротких продаж на прошлой неделе, он не был развит. И мы видели, что вновь начались довольно сильные покупки от уровня 62, например. Поэтому есть основания полагать, что мы вновь поднимемся выше отметки 64. Это очень важный уровень и на дневном графике, то есть более долгосрочно можно будет открывать позицию на покупку. Там очень вероятно, что до отметки 66 долларов нефть дойдет в случае закрепления выше 64. Сегодня будет два основных события. Первый – это индекс делового климата по экономике Германии. Напомним, это ведущая экономика еврозоны, поэтому все внимание сейчас к ней. Там есть некие элементы и политического кризиса. Ангела Меркель не пользуется такой популярностью и испытывает сложности с тем, чтобы составить себе, скажем, мощную группу для участия в реализации дальнейших мер, в том числе в выборной кампании. И есть еще многие экономические сложности. Было некое замедление ключевых показателей. Но на прошлой неделе мы видели довольно оптимистичные цифры по индексу экономических настроений. И если сегодня, скажем, индекс делового климата в Германии выйдет также лучше прогнозных значений, а он, вероятно, кажется именно таким, то тогда немецкий индекс вполне разовьет то преимущество, точнее, те движения, восходящие, которые были в ходе вчерашней торговой сессии. Напомню, что после выхода за рамки отметки 13.200, сейчас немецкий индекс смотрится очень неплохо наверх, поэтому 13.500, скажем, вполне может быть в ближайшие дни достигнута. Эта величина очень приличная, да, то их профит довольно серьезный, поэтому стоит присмотреться обязательно к сегодняшней публикации и при наличии технического подтверждения, конечно, покупать с перспективой в одну-две недели. Ну, желательно до нового года, да, позиции зафиксировать. И вторая цифра, которая сегодня нас ожидает, это строительство в США. Это прежде всего число разрешений на первичное строительство и данные по вводу в эксплуатацию, да, жилья. Мы уже говорили о том, что именно недвижимость является локомотивом. Среди всех макропоказателей в США именно по данным цифрам наблюдали наиболее опережающие темпы и наибольший позитив шел именно от данных по рынку недвижимости. Если сегодня мы увидим подтверждение и не будет, скажем, ухудшения ситуации локально, то доллар может получить некую поддержку и тогда вполне мы рискуем откатить вновь к нижней границе той консолидации, которая есть в данный момент по баре евро-доллар и по фунт-доллар. То есть, если мы на данные бары посмотрим, то там есть все основания полагать, что пока еще мы внутри консолидации будем оставаться. И уровень, скажем, 1.3310 по фунт-доллар, он не выглядит чем-то недостижимым. Хотя, опять же, вот открытие рынка сегодня довольно сильно проходит для британской валюты, для евро в том числе, поэтому в первую очередь мы смотрим именно на продолжение той тенденции, которая получила начало вчера. И если, скажем, мы сейчас вновь окажемся выше 1.18 по евро-доллару, то будет первый неплохой сигнал для покупки с целями у 18.40 примерно. Именно там можно будет первые позиции фиксировать. На этом сегодня, пожалуй, все. Все ключевые события, предстоящие, мы с вами обсудили. Напомню, что неделя текущая не так насыщена на новости, как прежняя. И тем не менее, будут отличные возможности. Мы видели это в ходе вчерашней торговой сессии, например. Плюс есть некая подпитка фундаментальная сегодня, которая нас ожидает. Поэтому, конечно, сегодня будут отличные торговые возможности. В этом сомнений никаких нет. Поэтому всем еще раз успехов в торговле. Увидимся с вами завтра и подведем итоги сегодняшней сессии. До свидания. Продолжение следует...